Свинь, стань всех наверх! Братва, с вами Сейн Турямыч, немножко Японии вам в ленту. Это игра World of Warships, и сегодня в этом видео мы будем в прямом эфире покупать... Ну нет, конечно, мы не будем донатить в эту игру, мы будем покупать корабль за сталь. Это самый редкий ресурс в игре World of Warships, у меня его накопилось достаточно для того, чтобы приобрести новый кораблик. Сейчас мы этот кораблик купим, его экипируем, подберем к нему командира и выйдем в бой. Все это в живом режиме, поэтому если любите такой формат видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и активируйте колоколец. Поехали! Заходим в Адмиралтейство. Блин, а что здесь делают всякие свиньи, обезьяны? Это точно игра про боевые корабли? Ммм... Наверное, не туда, куда-то нажали. У нас доступно к покупке сейчас 4 корабля. Франклендилайна, Рузвельт, Авик, нет, спасибо, не играю. Сомерс Эсмин, с которой, скорее всего, будет после вывода из игры доступен за уголь. Тоже смысла никакого. Плимут. Зачем покупать плохой Минотавр за сталь? И Шикишима или же Сикисима, как она уж там правильно называется, напишите, пожалуйста, в комментариях. С купончиком есть возможность ее купить. 24 тысячи стали в наличии. Ну что, поехали? Ох, куплено. Обалдеть. Ох, ресурс, конечно, дорогой, редкий, но надеюсь, что корабль того стоит. В чем отличие этой самой Сикисимы от того же Ямато или же Мусаши? Вообще у нас в игре много кораблей. У Ямато был, ну, скажем, ладно, два сестершипа, один из которых переделали. Вайвик, по-моему, Синана он назывался. А в игре у нас уже целых, не побоюсь этого слова, 4 Ямато. Во-первых, это, собственно, сам Мусаши на девятом уровне, Ямато, АРП Ямато и еще вот сюда Сикисима тоже зашла. Чем она интересна? Здесь не так много отличий от Ямато, но отличия достаточно любопытны. Во-первых, артиллерия, шесть орудий калибра 510 миллиметров. Ну, в общем, вы поняли, да, что такое 510 миллиметров. Это прям много, прям много-много-много. И этими пушками корабль может пробивать вообще все на свете и давать, конечно, очень нехилый дамаг. Но так же, как и Ямато, а даже в большей степени корабль, конечно же, подходит для борьбы с другими линкорами, а не с более мелкими кораблями. На Сикисиме установлено большое количество орудий противоминного калибра. Но настолько ли оно отличается от Ямато? Да не сказать, что прям сильно отличается, но состав все-таки немножко другой. Здесь 127 миллиметров, не очень быстро стреляющий, и 155. На Сикисиме установлены скорострельные 100 миллиметровки с увеличенным пробитием. И вот такого вот смогательного калибра 155 миллиметров. Слушайте, кстати, с увеличенным пробитием. Да, с увеличенным. Получается, 30 миллиметров пробивают. А должны, по-моему, 16 вроде бы пробивать. Да, пробитие действительно увеличенное. Итак, в общем-то, как вы понимаете, после нерфа ПМК у нас в игре для всех кораблей, кроме немцев, смысла какого-то рассматривать корабль в качестве ПМКшного абсолютно нету. Однако эти орудия дают очень хорошую ПВО. 97 попугаев это сравнимо, ну, наверное, там с Монтаной и компанией. То есть ПВО здесь очень-очень внушительное. Что касается остальных цифр, никаких особо отличий нету здесь в целом по кораблю. Ну, минимальные, минимальные различия. Посадим сюда нашего Ямамоту Исороку. Здесь я периодически его переспекиваю туда-сюда. Но мы сейчас с вами будем брать билд, естественно, с вот этим вот супер-хайповым перком, который называется Меткий. И он у нас с вами сильно увеличивает точность корабля. Осталось подумать, и как все-таки мы будем собирать этот корабль. Что мы будем брать, что мы здесь брать не будем. Может быть, может быть, есть смысл вот какой-то из этих перков посмотреть. Ну, конечно же, нет, потому что это ПМКшные перки. Они нам нафиг, естественно, не нужны. Получается собрать вот примерно такую сборку. То есть здесь и более-менее есть кое-какой ремонт, и поворот башен. А это важно на такой план кораблях. И хорошая увеличенная живучесть получается. Однако маскировки в наличии у нас нет. И заметность будет порядка 15-16, наверное, даже километров. Ну, тут уж, ребят, ничего не поделаешь. Таким образом, получается, что вот этот перк придется либо держаться нам на расстоянии 17 километров, чтобы он действовал, либо менять спек. И поэтому вот такие большие корабли, они, конечно, имеют, с одной стороны, свои плюсы, с точки зрения, что они очень хорошо стреляют. Но, с другой стороны, придется их сильно прятать, именно чтобы этот перк работал. 15,7. В принципе, этого достаточно. И убирать какой-либо из этих перков, да черт его знает. То есть можно поменять, допустим, суперинтенданта, поменять на инвиз. Возможно. Но шокишима и сама по себе достаточно точная. И жертвовать, скажем, суперинтендантом для того, чтобы взять инвиз, честно говоря, не знаю. И, на мой взгляд, иметь шанс пожить немножко дольше, это все-таки больший плюс, чем некая точность. Эта точность пригодится нам в начале боя. Ну, а потом уже, когда пойдет более ближний бой, в принципе, я думаю, что живучесть нам подойдет здесь больше. Возможно, я и не прав, и мы сейчас с вами это проверим. Ну, имейте в виду, что вы можете пожертвовать либо противопожаркой, чего я делать вам категорически не советую, либо же суперинтендантом. И то, и то, в принципе, допустимо, но это уже все абсолютно на ваш выбор. Здесь, кстати, как вариант, вы можете тоже что-то поменять. Если будете играть от дальних расстояний, можете и рулевые машины, в принципе, взять. Возможно, она вам пригодится. Сам по себе и Ямато, и Шокишима не сказать, что прям такие уж поворотливые линкоры. Поэтому, возможно, и придется их немножко здесь подбафать. Что касается всего остального, здесь достаточно обычный набор. Я беру вот этот вот модуль. Меня часто спрашивают, почему ты берешь этот модуль? Потому что, сами понимаете, что в процессе обработки нашего корабля фугасными снарядами и бомбами ПВО выбивается. И ближе к концу боя от всего нашего замечательного ПВО остается совсем-совсем немного. Поэтому этого момента мы с вами постараемся избежать. Синенькое или зелененькое? Ну, давайте синенькое. Ну, что ж, примерно вот такой вот набор техники мы с вами берем. Такой вот командир и отправляемся в бой на нашей Шокишиме. Соответственно, что же у нас здесь хорошего? Чем она у нас хороша, чем она у нас плоха? Саня, пойдешь в отряд в третьем. Наверное, нет. Все-таки корабль показываю. Чем она у нас хороша? То, что здесь более-менее неплохое ПВО для линкора в нынешней ситуации. И это позволит вам чуть дольше отбиваться от авианоска. Авиков нету. Ну, в принципе, и ничего страшного. Я думаю, что если бы авик был, то мы бы вполне смогли оказать ему достойное сопротивление. А вот в чем минус? То, что достаточно немного линкоров. И, как вы понимаете, все эти линкоры будут находиться на расстоянии минимум 20 километров от меня. Поэтому сейчас мы где-то включаем одну-вторую хода и движемся. Я думаю, что налево мы сейчас попытаемся немножко пройти и попробовать покидать. К сожалению, друзья, особенности рандома в последнее время настолько особенны, что и играть-то стало достаточно некомфортно. Ну, по крайней мере, на линкорах. Потому что сейчас все берут дальность. Как вы понимаете, те же Тандеры с Монтанами, они играют от дальности. И какого-то именно профита, бонуса от кораблей, которые могут играть в ближнем бою, особо никакого нет. Потому что в основном действительно все... Вот, отлично. О, БФК. Красавцы. Вот. Получается, что так или иначе, и особенно с перком метки, сейчас все вынуждены играть на супер-супер дальних расстояниях. Это, конечно, минус на мой вкус. Вот. Соответственно, большое количество эсминцев. Сейчас убрали перк, ну, поменяли перк на ускорение торпед. И тот же Халланд, скажем, точно не... Ну, иногда брали Халланды ускорение торпед до 95 узлов. Вот. И жертвуя небольшой дальностью. Здесь ему дальностью жертвовать не придется. И, как вы понимаете, держаться куда-то ближе, чем 15 километров на любой стадии боя для линкора очень неприятно. Однако, этот вопрос, как минимум, лишается Тандором. Потому что корабль, сами знаете, как играется. И на ББшках, и на фугасах. Издалека очень хорошо лупит и поджигает. И та же Шокешима в условиях нового рандома будет чувствовать себя достаточно комфортно. Именно по этой причине. Потому что обладает хорошей артиллерией, которая может бить на дальние расстояния. Я бы, честно говоря, даже попробовал пыхнуть с корректировщика. Но, наверное, делать этого не стану. А вот дать, не очень пойму его эволюции, куда он там движется, этот Гинденбург, пока не будут стрелять, подождем. Вот я лучше по Шокешиме бы жахнул, наверное. Или вообще вот по Тандору. Тандор, кстати, идет очень даже неплохо. Отворачивает он. И, как слышите, что еще в качестве бонуса у Шокешима? Это, конечно, совершенно фантастический звук залпа. Надо контакт отключить. И, ну, успевает отвернуть Тандор. Кстати, весьма точный был залп. Вполне себе можно было и попасть. Вот. Ну и, как видите, что делать? Посмотрите, куда направлены вражеские корабли. То есть, ну, вы поняли, да? Просто посмотрите, куда смотрят эти ребята Шокешима и Тандор. Вот. Соответственно, нам с вами нужно сейчас как-то решить вопрос. Понять, куда мы собираемся стрелять. Я вижу пока только Москву, по которой мы можем более-менее выстрелить. И, естественно, ну, как бы со всеми вытекающими. Так. Дают мне первый пожар. И, собственно, ожидаемо. Значит, окей. Первый пожар это хорошо. Тут уже идут торпеды. От Халланда, видимо. Я так понимаю. Когда-нибудь видели такой большой духес? Разбирается с ним Халланд и Хаята. Но я, наверное, даже вмешиваться в эту историю не буду. Я думаю, там проблем никаких не должно быть. Давайте попробуем залп по Гинде сейчас сдать. И немножко сдадим вперед, чтобы на торпеду не попасться. Не попасться мы? Да, не попасться. 8000 урона наносим по Гинденбургу, а Ешина зачем-то подворачивает борт под торпеды и умирает. Ну, что же делать, как нам быть, как говорится. Дадим еще один залп по сторонам Москвы и можем немножко пытаться подойти поближе. Это, кстати, не Халланда были. Торпеды, получается, где-то еще там находится Харугум. Мне не очень хочется стрелять по крейсерам, потому что, ну, достаточно малое количество урона мы будем выбивать здесь. Где-то здесь находится, видимо, еще эсминец. Да, похоже на то. Хотя это не точно. Угу, да, эсминец еще есть. По нам отвечает обратно Шекешима и дает заворот. А вот, вот этот вот гражданин мне немножко будет интереснее. Ну, что ж, пожары будут нам сейчас вешать в Гинденбурге с Москвой. И наша задача успеть как-то повернуться, чтобы было нам не очень сильно больно, покуда нас тут Гинденбургами фаршируют. Как видите, сейчас совершенно никаких проблем нету у Гинды с пробитием. Он делает это совершенно замечательным образом. Ну, и Тандыр, я думаю, что нам сейчас с большим удовольствием добавит еще немного. Мы потеряли уже пол корабля, чтобы вы понимали. Но набили обратно всего 41 тысячу. Ну, в общем, наверное, вы понимаете всю ситуацию, всю суть сегодняшнего рандома, насколько интересны перестрелки среди линкоров. Однако, именно, мне кажется, вот для таких вот крупных кораблей, для кораблей с большой дальностью и как раз более интересна игра. И вот на нынешний момент такие корабли с хорошими точными пушками чувствуют себя лучше. Ну, что ж, продолжаем разговор. Тандыр, я думаю, что у нас, у нас какой-то очень загадочный ешина, я смотрю, прошедший через центр карты. Гинда, естественно, ой, Гинда, прошу прощения. Тандыр будет меня пытаться фугасами взять. Ну, а мы пытаемся выстрелить направо, при этом по... Ац! Красиво! По Гинденбургу. Хорошее попадание. Ну, и мы сейчас немножко отсветимся. У меня есть ремка. Но, как вы понимаете, тандыры сейчас берут и пробитие зачастую, и сами по себе у них еще и пробитие неплохое. Поэтому, конечно же, с ними весьма сложно сладить, особенно на вот таких вот больших расстояниях. Однако, для Шикишима не является какой-либо проблемой именно залпы на большую дистанцию. Мы продолжаем с вами подстраиваться. Шикишима отворачивает постоянно, не хочет отдать мне свой борт, поэтому мы сейчас с вами попытаемся выстрелить по Тандыру. Кажется, я вижу кильку на горизонте. Давайте попробуем вот так вот. Баллистика здесь чуть похуже, чем на Ямато, чуть подольше летит снаряд, но, тем не менее, вполне себе попадабельно. Как видите, летит практически как на Славе. Вот из-за чего Славу раньше покупали, да, вот именно вот за таких вот залпов, когда у тебя весь залп ложится в центр корабля на расстоянии там 20 километров. Это, конечно, очень подкупает. Ну и звук, блин, я вот все продолжаю кайфовать с этого звука. Звук, конечно, здесь просто фантастика. Чуть-чуть отходит. Я боюсь, что сейчас очень вероятно поймает, наверное, торпеды. Да, даже смысла особо нету, не было стрелять по Тандыру. Он сейчас, наверное, уходит от торпед. Ну, да. И на этой стороне остается один только японец. И несколько кораблей с другой стороны, с которым мы будем пытаться перестреливаться. Даем залп по Шикишиме и полным ходом отправляемся на ту сторону. Я вот, честно, не знаю, какой именно план будет у кораблей противника с той стороны. Пойдут ли они обратно или будут все-таки ломиться на нашу базу. Мне очень нравится урон с артиллерией, потому что в любое место Шикишиме дает хорошее пробитие. Куда бы она ни попала, самое главное здесь, грубо говоря, пристреляться и попасть. Все остальное, это, в принципе, детали. Есть подозрение, что противник просто, ну, эсминцы вернутся обратно. А вот мне с ними как раз не очень хочется встречаться. А крупные корабли пойдут вниз, и мы просто не успеем с ними встретиться. Шикишиме маневрирует. Я немножко бездельничаю в этом плане. Мог бы он пострелять и по Бургоню, конечно, мне бы этого хотелось. Ну, уж тут, сами понимаете. Нет, есть подозрение, что мне все-таки имеет смысл идти вниз, потому что, хотя, хотя, черт его знает. Мне просто именно хочется еще немножко пострелять, потому что, в принципе, 90 тысяч это маловато. Хотелось бы для первого боя чуть-чуть побольше дамаги иметь. Но, судя по направлению, совершенно не собираются двигаться назад у нас вражеские корабли. Хотя вот там где-то Тандр видно вдалеке. Ладно. У нас особо вариантов нет, поэтому придется все-таки двигаться в сторону базы, я так понимаю. Потому что с той стороны мы просто рискуем еще и по кому и не попасть. А тут хотя бы вот по Шикишиме можно немножко побубумкать. Что касается вражьего Тандыра, идет он назад. Может быть, тоже удастся по нему чего-нибудь забросить. Ну, вот видите, в любую проекцию Шикишиме дает пробитие. Это, конечно, очень приятно. Потому что, ну, для Ямато-то особо не сказать, что какие-то корабли являются прям бронированными. А для Шикишимы вообще, в принципе, неинтересно, в принципе, где-то, какая у кого там броня. Ну, вообще неинтересно. Просто в любое место дается хороший урон. Причем, ну, по крупным кораблям это почти всегда пробитие и никакие-либо там сквозняки или что-то такое. Ну, не бери добьем же. Не бери же добьем же. Не бери же добьем же, пожалуйста, люди. Не, походу, все-таки собираются взять они базу. И это, конечно, немножко печально расстраивает меня. Ну, возможно, успеем еще кинуть какой-то залп по баражеской Шикишиме. Что-то она там маневрирует усиленно. Ладно. Ладно, поворачиваем сюда. Я так понимаю, что эсминцы все-таки не успели. Несмотря на то, что они, видимо, собирались пойти на базу, но все-таки не успели они пойти на базу. И это, к сожалению, захват. Что, в общем-то, конечно, печально. Могли бы и на базу заехать немножко Холланд с Шамакадзе. Жаль. А я вот, кстати, уже собирался тормознуть и подумал, может быть, записать еще один боек. А тут хопа, и кто-то таки зашел на базу. Это очень приятно. Спасибо эсминцы противника за возможность еще немножко поймать торпеды. А как вам вот такое вот... Как вам пробитие корпуса Шикишимы с выбиванием цитадели? По-моему, неплохо. Мы ловим торпеду от Шимы. Я думаю, что вражеская Шикишима сейчас не сможет никуда повернуть особенно. Поэтому мы будем просто кидать вот так вот. Просто вот прямую. Но цитадель, конечно, на 16 километров это было очень убедительно и очень прикольно. Я думаю, затопит нас все-таки или нет. Здесь хорошая противоторпедная защита. Но, как вы знаете, у японцев вот этих вот больших у них проблемы с ПТЗ. В том плане, что она не на весь корпус корабля. О, Шикишима ваншотная. Ну тогда, увы. Ну тогда, увы. Ну ладно, мы до 152 хотя бы добили и черт бы с ним. Давайте подведем итоги этого боя. Посмотрим, насколько хорошо мы сумели поиграть. Третье место занимаем мы в этом бою. 152 тысячи урона. Не очень много. Но для Шикишима вообще большой урон весьма-весьма характерен. Корабль не фармит. За счет скидки на обслуживание, в принципе, он даже без према может совершенно спокойно выходить в плюс по серебру. В общем и целом, я очень доволен покупкой. Мне понравился кораблик. И я с удовольствием буду на нем продолжать кататься. А если вам видео тоже понравилось, пожалуй, понравилось видео, поставьте лайк, подпишись на канал, прожми колокольчик. Увидимся в открытом бою. До новых встреч и пока-пока.